Девушки отдыхают Позор отца, не родится хорабрый сын, ибо должен будет он разделить позор отца. Эти строки, эти стихотворения запало в душу мою еще с детства. Они стали крылатыми в моих горах, изучат до сих пор, как пословица, как поговорка. В дни войны их повторяли сыновья гор, уходящих в бой. И многие даже забыли, кто их автор. Но автором их был, все знает, великий Даргинский поэт, замечательный сын дагестанского народа, чья судьба сплетена судьбой горских народов Амарил Батирай. Субтитры создавал DimaTorzok Старинные горские песни, волшебные, удивительные. Ими был очарован поручик Тенгинского полка Михаил Лермонтов. Лев Толстой записывал их прозаические пересказы, считая песни гор сокровищами поэтическими, необычайными. Не чернилами писались они веками. Горские песни писались слезами и кровью. Омарла Батирай Могучая вершина Даргинской поэзии, окутанная легендами и преданиями. Гнездо детства певца Спрятаны в ладонях гор Даргинской аул Урахи. Вот здесь впервые созревает восьмилетнем сердце Батирая песня. Местное духовенство, заметив талант юного сочинителя, сразу же пытается приручить свободолюбивую поэзию Батирая, сломать ее независимый характер. Батираю предлагают соединить в своем творчестве два вида поэзии. Сочинение религиозных текстов и песен на свои слова. Батирай отвечает на это стихами. Не магнит твоя мечеть, чтоб в нее мне биться лбом, Не пчелиный мед она, чтоб облизывать ее. Неподкупная песня Батирая, гордо отвернувшись от сур Корана, поворачивается лицом к истории горских народов, написанной кинжалами, серпами, копытами коней, над могильными памятниками. Времель трудное придет, против ста один пойдешь, Взяв египетской клинок, заостренный, как алмаз. Если встретится беда, Ступишь с тысячами в спор, Взяв кремневое ружье, все в насечке золотой. Гриву чудище схватив, Без седла летишь в набег, Вместо плети сгоряча, Взяв за голову змею. Конь, объезженный тобой, Рушит горы на скаку, Взмахом плети достаешь В дальнем небе облаках, Как от бури задрожит Трус, настигнутый тобой. И клянусь я, Темен свет, Если подвиг твой неправ. Нет, прославленный герой На кладбище не лежит, И над гробья храбрецам Ставят на краю дорог. Коротка героя жизнь, Лет примерно двадцать пять, Коль не сгубят чужаки, Царь на каторгу сошлет. Это первая струна чунгура Батыраевской поэзии. И вторая струна Поэтического чунгура Батырая Становится крылатой. Если духовенство и богатеи, Ворча и скрипя, Слушают лишенную религиозной окраски Героическую песню Батырая, То его любовные стихи Вызывают у них Злобную ярость. Батырай Видит в женщине человека, А в любви не грех, А всепоглощающую страсть. Если б мной ты увлеклась, Как тобой я увлечен, В самый знойный летний день Льдом покрылась бы река. Если б полюбила ты Так, как я тебя люблю, В самый лютый зимний день Лед покрылся бы травой. Если выйдешь ты за дверь, Точно солнце из морей, Как над морем камыши, Тело вздрогнет у меня. Если выглянешь в окно, Как луна в просветы гор, Точно птица в камышах, Взор трепещет у меня. От того, что влюблены, Нет добра нам, добрый друг, Коли разлучены сердца, Как вершины снежных гор. Если б можно было нам Так сердца соединить, Как в стволе ружья, Слились пуля С порохом в одно. От того, что страсть влечет, Нет нам света, светлый друг, Коли разлучены тела Точно с морем, Выси гор. Если б можно было нам Так тела соединить, Как египетский клинок Входит в плотные ножны. Несправедливость, Бедность, Ненависть к сытым богачам Зовут к звучанию И третью струну Батыраевского чунгура. Если б меду мне иметь, Сколько горя на душе, Мне бы стольким подлецам Смазать губы удалось. Если б денег мне иметь, Сколько горя на душе, Я б несчастных всех сирот В лучший ситец бы одел. Нищета и голод Поселяются в сакле Батырая. Местное знать и духовенство Открыто травит поэта. Отныне за каждую Спетую публично песню У него забирают быка. Быков было только два, А песен полное сердце. Мне б штрафных быков иметь Больше, чем седых волос, Чтоб старшинам урочи Каждый день давать троих. Штраф платить нечем, И аульные воротилы Высылают непокорного певца На хутор Аямахи. Внучка поэта Загидат рассказывает, Когда дедушке становилось Совсем не в моготу, Он забирался с головой В кувшин и пел В полголоса. Ах, могу ли я песни петь, Если мой высокой стан, Стройный тополь Средь кустов, Нынче клонится к земле, Как под инием трава? Ах, могу ли я песни петь, Если меткой мой язык, Как у мудрецов седых, Прежде острый, Стал тупым Точно выщербленный штык? Как же я спою теперь, Если тягостный недуг, Если смертная печаль В угол бросили меня Точно шубу сироты? Его снова штрафуют. Маленький хутор Аямахи Становится тесной клеткой Для вольной песни Батырая. Стремясь из окна сакли Увидеть и понять Другой мир, Поэт уезжает в Астрахань, Посещает Азербайджан, Грузию, Ездит по Дагестану. Ему категорически запрещают Появляться в общественных местах Чунгуром. Но, видя повсюду ожидания В глазах людей, Немую просьбу взять в руки Чунгур и спеть Батырай поет. Батырай поет. Но песня Батырая Находит друзей. Из широких кумыкских степей Летит ему в помощь Песня Ирчи Казака. Если настойчиво, Страстно и смело Жаждешь врага своего одолеть, Если воюешь За честное дело Крови своей Ты не должен жалеть. Из далекого Каха-Просо Под горячей струной Пандура Вторит ему в поддержку Крылатая песня Махмуда. Райский сад Не стану славить, От него меня Избавь. Можешь рай Себе оставить, Мне Любимую Оставь. Ступенчатое Горное эхо Доносило Из лесгинских Аулов Смелую песню Етима Эмина. Кричите, Сзывайте На помощь людей, Весь мир Изменился, Куда не пойти, Везде Торжествует Или вор Или злодей, А честным Приюта Нигде Не найти. Эта песня Наши дни Стали доступны Всем народам Дагестана. Их перевел На русский язык. Замечательный Незабвенец Сын Эфендикапьё. Он так рад был, Когда их перевел, Как будто он сам Писал эти. И поделились Своими радостями Писатели Москвы Ленинграда. Он писал Николай Семёновичу Тихону Ленинград В начале Самой войны. Скоро У нас будет Закрученными Усами Папахи Свои горские Кастахитагуру И горские Лермонтовы. Он имел ввиду Тогда Патирая И Махмуда. Наши дни Идут К нам доходят Новые и новые Произведения. Интерес к Патираю С каждым годом Растет. Правда Ученые спорят О его образе. Художники Рисуют Его образ. При жизни У Батирая Не сохранилось Ни фотографий Вообще Их не было. Он был Отторван От той цивилизации Которой В мире существовал. Но тем не менее Он создал Самобитную Егорскую поэзию. Год и смерти Батирая Этим Тоже сомнений Не должно быть Вот не установлен Год смерти И никому Это не удаться Видимо Что поэт Бессмертен Его творение Бессмертное Напрасно Ищут Ищут Архивов Тип Год и день Смерти Батеряя Батеряя С нами Батеряя Будет Шагал Нам Как шагал Навстречу Нам Он будет Через сотни лет Шагать Навстречу Другим поколениям Игорь Сокровище Его наследство Принадлежит Всему Дагестану И всем народам Советского Союза Давно превратились В прах Сокровища Богачей А песня Батерая Прошла Через сердца Десятков Поколений И осталась Нам В наследство Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok